МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Не повезло с покупателями. Больше тонны сомнительного алкоголя изъяли полицейские за время рейда. Наказание заслужил сын, а расплатились, как всегда, родители. Отец в полугнева зарезал супругу. Они искали зверя, а убийцей оказался образцовый комсорг. О первом сексуальном маньяке Советского Союза в рубрике «Дело номер». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За выходные в Рязанской области была раскрыта серия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, синтетического и растительного происхождения. Под подозрение попала 35-летняя жительница села Кирицы. При личном досмотре у нее было обнаружено более 27 граммов марихуаны. Тот же наркотик подвел 30-летнего рязанца. У него полицейские нашли пакет с растительной массой. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Аналогичное запрещенное вещество изъяли в городе Сасово. Там улов наркополицейских составил 313 граммов синтетических наркотиков. Еще успешнее оказались рейды по выявлению нарушений антиалкогольного законодательства. Проверки прошли во всех районах города. Только за один вечер полицейские посетили несколько заведений, торгующих алкоголем в разлив и розницу. Как правило, дурят нашего брата-покупателя, сплавляя сомнительный товар. Разумеется, качество никак не отражается на стоимости. В ходе проведенных мероприятий изъято порядка 750 литров спиртосодержащей жидкости, которая в настоящее время направлена на исследование ВКЦ УМВД России Паризанской области. По данному факту проводится проверка. Под удар попало не только крепкое спиртное, но и пиво изъято 179 литров, а в общей сложности больше тонны алкогольной продукции. В ближайшее время будет поставлена окончательная точка в другом уголовном деле. Житель Рязани услышит приговор за убийство супруги. Трагедия произошла год назад в квартире на улице Коломенской. Главный фигурант по-хозяйски приглашает посмотреть, где что. Если коротко, то оба родителя устали содержать взрослого сына, о чем неоднократно ему говорили. Но под горячую руку на этот раз попал не он. Супруга обвиняемого оказалась между двух огней. Ранее, безусловно, вся семья злоупотреблялась спиртными напитками. Ранее возникали у них ссоры неоднократно, в том числе и по поводу неустроенности личной жизни их сына. Поэтому это был не первый случай. Я ему сказал, что он, короче, помзит, не работает, и деньги не платит, и все такое. Вот. Ну и... Укрался у него нож. Я схватил тоже нож, шутула, подбежал, устал к нему вот так рядом. Мужчина признался в содеянном, но комментарии на оперативном видео не выдерживают никакой критики. Слишком закономерно выглядит то, что он пытается выдать за случайность. Вы обозначите движение в спину, да? Есть. Я раз вот так вот. Начал вот так вот. Видно? Призагрузочный нож у меня здесь, понимаете? Она раз вот так вот туда, назад. Он опять ее толкает, и опять его начал держать. Вот это два раза. А после она вот так вот берет... Третье, я не помню. Берет так вот и падает прям оттуда. То есть он три раза толкнул что-то получается? Она, наверное, сама упала, я не знаю. Вы падает, выдаяется вот в эту вот виску. И гей. И упал, вот здесь лежит. Видимо, мужчина трижды забыл о наличии ножа. Именно столько ран насчитали судмедэксперты. Женщина погибла еще до приезда скорой помощи и полиции. И, кстати, сына отец вызвали сами. Удары наносились целенаправленно, сверху вниз, что свидетельствовало именно об прямом умысле, об умышленном убийстве. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. А сыну, возможно, придется пересмотреть свой образ жизни. Теперь содержать его просто некому. Сам погибай, а друга выручай. Жаль, что этот девиз используют не только в благих целях. Например, свидетель по одному из уголовных дел, связанному с употреблением и продажей наркотиков, пришел в суд и дал совершенно другие показания, чем разрушил всю систему обвинения. Правда, не подумал, что за лжесвидетельство в России тоже наказывают штрафом. Соответственно, показания были даны на следствие, что сотрудники полиции, ФСКН пришли, задержали, все мы были в квартире. На суде, соответственно, человек сказал, что, соответственно, наш обвиняемый, что обвиняемого, которому свидетель по делу в квартире не было. То есть о том, что его в квартире притон, соответственно, он не знал. То есть, ну, всяким способом пытался выградить. Мы, конечно, давно не в Советском Союзе, когда к совести и морали призывали многочисленные организации, но и сегодня нет гарантии, что работодатель, узнав о таких подвигах, захочет сохранить трудовые отношения. Тот случай, когда нужно думать сначала о себе. Старшее поколение помнит, что такое 60-е. В западном мире бушует культурная революция. Америка уже несколько лет сходит с ума. От Пресли в Европе начинается битломания. Вся прекрасная половина человечества оголяет до неприличия изящные ножки. Мужчины начинают отращивать волосы, одежда пестрит необычно яркими красками и приобретает вызывающие формы. Взрыв культурной революции на Западе настолько сильный, что его отголосок проникает за железный занавес. Социалистические модницы просто помешались на почве всего искусственного. Они и сами не очень разобрались в названиях новых тканей. Нейлон, лайкра, кремплен, винил, дролон и прочие лоны, ланы, лены. Такая одежда считалась удобной и практичной. Еще бы, она не мялась, легко чистилась и стиралась. И самое главное, она была дешевой. Талия в рюмку, туфли на шпильке, укороченные узкие брючки, блузы с высоким боротником, ярко подведенные верхние века, длинные ресницы. Нью-Лук доходит и до СССР. И, конечно, ни одна приличная девушка не выйдет на улицу без прически. Девушки в Советском Союзе часто укладывали волосы только спереди, а сзади уже торчали полурасчесанные перья. В школах проверяли, есть ли начес. Тогда ученицу могли запросто выгнать из класса. Но зато после уроков девочки давали себе волю. Начесывались так, что мало не покажется. Тонны лака и шпильки с бусинами держали целые вавилоны на голове. Даже названия появились – хала или ули. В самой обычной парикмахерской такой шедевр мог стоить рублей пять. В салоне дороже. А потому советские модницы всячески продлевали жизнь своим прическам. Надевали на голову газовые косынки. Ну, вот это уже, конечно, современная интерпретация. Материал был жесткий, достаточно колючий, практически шлемом стоял на драгоценном начосе. Именно такой косынкой в Днепропетровске неизвестный насильник пытался задушить молодую девушку. Она выжила, но о случившейся с ней беде рассказала только подруге. В Советском Союзе сделать изгоем могли буквально за все. За модные предпочтения, музыкальные пристрастия, длину юбки и прочие мелочи. А потому девушки, а их, оказывается, было много, молчали об изнасиловании. Неожиданно в городе Днепропетровске неизвестный маньяк стал нападать на женщин. Первоначально он наносил им каким-то предметом сильный удар по голове. Женщина теряла сознание, и после этого маньяк совершал изнасилование. Девушки оставались живы только при одном единственном условии, если во время изнасилования были без сознания. Как только жертва открывала глаза и видела преступника, ее убивали. Одна из потерпевших подговорила подругу попробовать поискать ее мучителя на улице. Их провожали, с ними знакомились, делали комплименты. Но красивые обаятельные спутники не подходили на роль маньяка. По крайней мере, так казалось. А буквально на следующий день подругу находит изнасилованный и задушенный. Как в романе Патрика Изюскинда «Парфюмер красивых девушек», то и дело находят на улицах города. У каждой из них не хватает одного атрибута. У кого расчески, у кого браслета. Весь город был в панике. Женщины уже боялись выходить на улицу. Шли жалобы и в органы внутренних дел города, и в республиканские, в союзные органы. Появилась версия, что украденные у девушек вещи преступник сдает в комиссионки. Тогда это тоже было модно. Даже интеллигенция и барыги заглядывали в такие местечки. Вот, как обещал, магнитофон «Грюндик». Четыре дорожки, стереофония, элегантный, внешний вид. Абсолютно новый, лично сам проверил. Ну, выписывайте. Днепропетровск был крупнейшим промышленным центром Украины. Несколько заводов работали в две, а то и в три смены. А потому прогулок в ночное время было просто не избежать. Девушки старались не ходить поодиночке, ведь маньяк в основном охотился по ночам. Ну и куда же без активистов. Пролетарские молодежные организации появились в России еще до революции. Возникали они стихийно, существовали бесконтрольно. Однако все изменилось, когда появился он. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Нет в истории других примеров такого мощного молодежного движения. Секретарь заводской комсомольской организации лично присутствовал даже при допросах потерпевших. А в город тем временем стягивали все милицейские резервы. И на короткий срок изнасилования прекратились. Ну, как только 3000 сотрудников милиции были из города выведены, буквально на следующий день было совершенно очередное изнасилование. Лучшие следователи работали по этому делу и не могли вычислить преступника. Преступник никогда не оставлял следов. Казалось, он знает о каждом шаге поисков. Но никому и в голову не пришло проверять самих помощников. Три года серийному убийце удавалось дурачить следствие. Начало 70-х запомнилось дефицитом колбасы, ботинками на копытах, открытием планетария в Днепропетровске и выходом на экраны знаменитого фильма «Джентльмены удачи». Хотелось верить, что преступники такие и есть. Простоватые, глуповатые и немного сентиментальные. Ну ты чего, ты чего? Маликаны выкидут! Помогите! Хулиганы зрения лишают! Днепропетровский мучитель был не похож на таких преступников. Он получил кличку «Ночной демон». Одна из девушек очнулась, когда преступник что-то искал в ее сумочке, но инстинктивно почувствовала, что лучше притвориться мертвой. Рисованный портрет или фторобот с участием специалистов она сделать не смогла. Но в милиции она сказала четко, что я вот не могу вот обрисовать вот и помочь художнику или специалисту сделать вот фторобот или рисованный портрет, но если я увижу этого человека, я его опознаю. Тогда решили применить другой прием. Каждый день потерпевшая вместе с сотрудниками в штатском выходила на прогулку. Они гуляли по паркам, сидели во дворах, катались на общественном транспорте. Они зашли в трамвай, ехали в трамвае. И вдруг она в трамвае увидела вот того самого человека, который ее насиловал. Это был молодой парень в возрасте примерно 22 года. Она тут же показала вот этого парня, заместителю начальника уголовного розыска, но между ними было расстояние, были люди. Внезапно красивый статный молодой человек засуетился и буквально на ходу выскочил из трамваи. Догнать его тогда не получилось, но в отличие от девушки, заместитель уголовного розыска запомнил подозреваемого хорошо. Человек, изображенный на фотороботе, похож на молодого одного человека, но это был непростой человек. Это был освобожденный секретарь комсомольской организации, оборонного завода. Комсомольская организация была на правах райкома, то есть это фактически секретарь райкома комсомола. Когда доложили, что подозреваемый не кто иной, как Александр Берлизов, началась полная неразбериха. Даже прокурор не решился выдать санкции на арест. И потом Берлизов работал на Южмаше, оборонном предприятии, куда без тщательной проверки ни одного сотрудника не примут, тем более преступника. За Берлизовым установили наружное наблюдение, и каким-то чудом следователям удалось провести обыск у него дома и в местах пребывания. У него обнаружили какие-то вещественные доказательства, определенные предметы буквально со всех жертв. Оказалось, что действительно маньяком оказался вот этот Александр Берлизов. На момент расстрела преступнику было 20. Своё первое преступление он совершил в 17. По одним данным, он изнасиловал 42 женщины, по другим – больше 50. В уголовном деле фигурировало 9 погибших. Каждая из них перед смертью узнала секретаря райкома, который стал первым сексуальным маньяком Советского Союза. Чем яростнее страсти, тем необходимее законы, чтобы их сдерживать, сказал когда-то Жан-Жак Руссо. Жаль, что человек доходит до ручки раньше, чем его поступки можно пресечь. На сегодня все. Хорошей вам недели без происшествий и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова